Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Зелёные фуражки. В Бобруйске отметили День пограничника. Для нас это огромнейший, светлейший праздник. Каково быть на передовой? Доза несчастья. Могилёвские оперативники перекрыли крупный канал поставки наркотиков. В настоящее время проводятся оперативно-ростные мероприятия. По выявлению иных фактов противоправной деятельности фигуранта. Что нашли правоохранители? Долгожданные каникулы. В Беларуси открылась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Я езжу сюда не первый год. Мне очень нравится, потому что хорошие вожаты, очень много новых занятий. Чем удивят мальчишек и девчонок. А также резервная валюта, своевременная диагностика и жаркая обстановка. В Беларуси за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров. Сколько площадей пострадали? Глобальные вопросы финансовой сферы президент провел встречу с главой Центробанка России. В фокусе внимания целесообразность создания цифрового рубля, продолжение процесса дедоларизации и появления единой валюты союзного государства. Александр Лукашенко отметил, что все больше стран отказываются от расчетов в американских деньгах. Причина в углублении интеграционных процессов, особенно на фоне санкций и уход от рисков экономических потерь. Я бы просил вас также остановиться на вопросе, много об этом говорят, цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня это все-таки резервная валюта. Дедоларизация международной экономики идет, об этом и вы говорили. Насколько этот процесс глубоко зашел. И естественно, что появятся новые резервные валюты по срокам, по скорости. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс. Ну и ряд вопросов, о которых мы с вами когда-то по телефону разговаривали с подачей старшего брата. Я с удовольствием послушал бы вас по тем проблемам, которым живут сегодня Центробанки Беларуси и России. В Беларусь глава Центробанка России прибыла накануне. Поразили Эльвиру Набиулину природа и ухоженность нашей страны. Впечатлениями она поделилась с Александром Лукашенко. Опасный бизнес. В Беларуси перекрыт крупный канал поставки наркотиков. Могилевские оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали в Витебской области при въезде в страну 32-летнего минчанина. В автомобиле под обшивкой задних дверей обнаружили 5 килограммов мифедрона. Задержан за перевозку наркотиков. Каких наркотиков? Где брали? Каких не знаю. Либо МЕФ, либо МЕД. Я так и не понял. Когда ехал, мне написали, что это наркотики. Надо спрятать. Установлено, что на протяжении двух месяцев мужчина работал международным курьером и доставлял наркотики в нашу страну из России. Товар передавал более мелким сбытчикам для дальнейшего распространения. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Безукоризненная выправка и строевой шаг в Бобруйске отметили День пограничника. На площади Победы собрались те, для кого отвага, честь и мужество – не просто слова. Лучших отметили грамотами и благодарностями. Далее колонна проследовала к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить героев, которые отважно сражались за Родину. Автопробег «Дозор памяти» отправился к Кургану Славы в деревне Сычково. Для всех пограничников Беларуси, бывшего Советского Союза, для нас это огромнейший, светлейший праздник. Люди, служившие на границе, естественно, гордятся этим. Люди наши молодцы, личный состав, постоянно поддерживают традиции пограничных войск, пограничных служб. Наши пограничники успешно решают вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой оружия и товаров. Доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под надежной защитой. Аграрные будни, интеллектуальные испытания и медицинский прорыв в Беларуси разработают тест для выявления 60 видов онкологии, когда заработают лаборатории. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии планируют получить более 9,5 миллионов тонн травяных кормов. Сейчас активно идет первый укос. Уже убрано около 200 тысяч гектаров. Лидирует Брестская область. Из-за холодной весны замедлился рост травы и работы пришлось начать позже обычного. Сегодня пользуются моментом, чтобы завершить в срок. Хозяйства страны обеспечены техникой и необходимыми консервантами. Минобор опубликовал результаты первого централизованного тестирования, которое прошло 14 мая по белорусскому и русскому языкам. Его написали более 53 тысяч выпускников школ. Максимальные 100 баллов получили почти 900 человек. В целом ребята хорошо справились с испытанием. Шестерки, семерки и восьмерки у 60%. Тем, у кого низкие оценки, пересдавать экзамен не придется. Они получат соответствующий документ. В Беларуси 1 июня истекает срок уплаты подоходного налога. Рассчитаться купюрами можно в банке и на почте. Или в безналичном порядке через ЕРИП, в инфокиосках, с помощью интернет-банкинга, а также через личный кабинет плательщика. За несвоевременную уплату начисляется пеня и предусмотрено привлечение к административной ответственности. Белорусские ученые-медики занимаются разработкой теста для выявления более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях. Проходить исследования рекомендуют всем, кому за 40. В стране планируют открыть 120 лабораторий по забору крови. Первая появится в Витебской области уже в июне. Также нашими врачами успешно внедрена карст-терапия. Такой способ прекрасно работает для взрослых и детей. В Беларуси за прошедшие сутки ликвидировано 10 лесных пожаров. Общая площадь очагов составила более 1 гектара. Напомним, что с 23 мая запреты и ограничения на посещение массивов введены во всех районах страны. Гулять и собирать грибы, ягоды можно. А вот ездить, разжигать огонь и проводить массовые мероприятия запрещено. Доступная среда. В Бобруске проходит проект обучения коммуникации в сети интернет пожилых и людей с инвалидностью. Особое внимание уделяется тем, у кого есть проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом. Тренинги прошли в Первомайском и Ленинском ТЦСОНе. На встрече организаторы на деле показали, как можно через смартфон легко и быстро заказывать еду, талончик к врачу или посмотреть расписание транспорта. Главное, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Во всей республике сейчас есть специально обученные люди, которые работают по нашей программе и ведут разные виды тренингов. Для нас очень важно, чтобы наши люди не просто сидели по домам, я имею в виду инвалиды по зрению, а включались в какие-то активности, которые мы им готовы предлагать. Идея проекта родилась еще во время пандемии. Программа реализуется при участии Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Путевка в лето. В Беларуси открылась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Больше тысячи учреждений приняли мальчишек и девчонок на 18 дней в распорядке дня от тихого часа до дискотеки. Вспомнила свои 16 и Елизавета Липеева. Каждый год школьники с нетерпением ждут начала лета, чтобы с головой окунуться в беззаботный мир каникул. И вот он, долгожданный день заезда в лагерь. У ворот мечты выстраивается целая очередь. Все спешат на регистрацию, чтобы поскорее начать знакомиться с ребятами из отряда. Многие уже чувствуют себя как дома. Я езжу сюда не первый год, мне очень нравится, потому что хорошие вожаты, очень много новых занятий, можно найти какое-то свое хобби, познакомиться с новыми ребятами, здесь вкусно кормят и вообще тут очень интересно. Много времени проводим на улице, общаемся с друзьями, хорошее питание. В общем, лагерь мне очень нравится, поэтому езжу сюда и в следующем году приеду. Мечта – место, в которое всегда хочется вернуться. Свежий воздух, насыщенная культурная программа, новые друзья, увлекательные игры и спортивные состязания. Радостные эмоции гарантированы. Мамы и папы точно могут быть спокойны. Их дети под надежным присмотром воспитателей-профессионалов. Отдала сына в третий год, он ездит, ему очень нравится, он ждет лето, чтобы отдыхать. Поехали одноклассники, друзья, очень много друзей он уже здесь встретил, с которыми отдыхал раньше. Ну и, конечно, польза общения, воздух. Ну, конечно, здесь здорово, и мы вообще с Минска приехали и сюда ездим. С Минска каждый год в Бобруйск в лагерь мечту. Я здесь сама отдыхала в детстве. Лагерь Щадкова также гостеприимно принимает более 60 мальчишек и девчонок. После полезного перекуса воспитатель знакомит ребят с правилами поведения и распорядком дня. Досуг отдыхающих расписан по минутам. Для увлекательного и полезного времяпрепровождения созданы все условия. Тут очень хороший бассейн, есть тренер, который поможет, если что. Также тут очень много проходит разных спартакиад, за которые, если ты выигрываешь, дают классные призы. Я впервые сюда приехал в 6 лет. Мне сейчас почти 14. За много-много лет все очень изменилось. Появились новые площадки, веревочный городок, сцена. Потом на сцене появилась крыша. Мне здесь очень нравится. Я сюда стараюсь каждый раз ездить. Здесь отлично. Современные спортивные площадки и живое общение отодвигают виртуальные игры в сторону. Юные непоседы уже осваивают веревочный городок и новые тренажеры. Качели и горки – центр настоящего притяжения. Вечером ребят ждет первая дискотека на свежем воздухе. Все мероприятия, которые будут проведены в лагере в течение всего оздоровительного периода, будут посвящены Году мира и Созидания. Определены основные направления воспитательной работы, составлен перспективный план. Уже известны нам, мы запланировали темы каждого заезда. Всего на летних каникулах в «Щатковой мечте» будет пять смен. В Могилевской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч школьников. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. В круглосуточных лагерях отдохнут почти 19 тысяч ребят. На эти цели из средств республиканского бюджета для региона выделено свыше 7 миллионов рублей. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!